В Калининский район глава региона прибыл с рабочим визитом. Для более качественной сборки урожая и посева семян молодой аграрии Сергей Тронь модифицировал уже существующую технику. На своих полях выращивает три сорта картофеля. В этом году с гектара получилось собрать около 30 тонн. А вот трудозатрат большая, себестоимость его выше, чем в картофельных регионах. Тогда сколько нам выгодно заниматься на Кубани картофель? Ну, рентабельность, я думаю, процентов 40-50. То есть, если его самым первым начать убирать. Ну, значит, это очень не то, что хорошее. Это очень хорошая рентабельность, если она таковая. Ну, потому что... А за счет чего тогда вы выиграете? За счет того, что ранний картофель идет? Да, за то, что мы самые первые начинаем в России. А со сбытом есть проблемы? Значит, вот последние два года, в принципе, проблемы не было как бы со сбытом. Все из-за чего зависело, потому что в средней полосе России картофель закончился в хранилищах. Картофеля не было на рынке. Наш картофель ждали с нетерпением. Он появился, его начали брать, стояла за ним очередь, все его хотели увидеть, все его хотели покушать. Сергей, я понял одно, что любой сельхозпродукции кубанская нужна своя логистика. Если мы ее почувствуем, если сможем встроиться в эту логистику, при том внутреннего рынка не только Кубани, края, но и России, конечно, все становится выгодным. Посетил глава региона в Калининском районе молочно-товарную ферму. Оттуда каждый день поставляют 15 тонн молока на один из ведущих перерабатывающих заводов края. Разговор об аграрных достижениях района и его развитии продолжили уже на традиционной встрече Вениамина Кондратьева с местными жителями.